Девушки отдыхают Российские старики отжали эликсир молодости Они захватили дискотеки и освоили паркур От изумления молодое поколение потеряло дар человеческой речи Черепахи тем временем занялись развратом Слоны воровством, а бегемоты слонами Автомобилисты наехали на пешеходов, а фуры пустились в пляс И только сетевые неадекваты сохраняют полное спокойствие Все, что могли, они уже сделали Натворили, изгадили, сняли, записали И прямо сейчас вы увидите избранные приступы острого сетевого безумия Услышите неподражаемые признания эпичных героев И вместе с ними выпутаетесь из полных безнадег В главном документальном блокпастере десятилетия Смотреть всем Почему мы любим, когда нас пугают? Вопрос на миллион просмотров в сети Примерно столько в среднем собирает каждое масштабное бедствие Попадающее в интернет Сидим мы перед мониторами, все-таки в безопасности И смотрим, как где-то там цитное На всех не напасешься Поэтому люди, устав ждать немилости от природы Сами устраивают себе проблемы С которыми не каждая цинами сравнится Это Мексика Серия взрывов уничтожила нефтеперерабатывающий завод Погибли все, кто находился в эпицентре катастрофы А это поистине эпический провал по-турецки Чудо, что в яму угодила только одна жертва Уцелевшие прохожие спешат к месту происшествия А водитель припаркованного автомобиля Напротив оперативно включает эвакуатор Попутно празднуя второй день рождения Почему мне так не повезло? Зависливо вздыхает владелец этой легковушки Наблюдая, как его любимица погружается на дно небольшой Но глубокой бразильской дорожной ямы Все эти техногенные неприятности отчасти можно списать на фактор случайности Но что заставляет людей своими руками устраивать катаклизмы? Исключительно тупость и бравада утверждает этот невозмутимый рулевой И хладнокровно исчезает эскадра, отдавая пассажиров катера на растерзание стихии А катастрофическую эстафету подхватывает парочка мощных доставщиков Личным примером парни убедительно доказывают Каждое рукотворное несчастье начинается со слов Доверьтесь профессионалам Излишняя самоуверенность – это плохо Горько вздыхают пожарные, которым, в общем-то, уступают дорогу все Кроме других пожарных А вот что думает китайский воин? Поджаривая пельмени вперемешку с петардами и патронами Похоже, не знает и он сам В итоге пользователи сети до сих пор ломают головы над вопросом Что это было? Прояснить ситуацию мог бы вот этот жизнерадостный идиот Но взорвался вместе с тем, что когда-то было его честью и достоинством На самом деле он и ему подобные ребята Если и думают о чем-нибудь, то точно не о продолжении рода И устраивают себе эксперименты исключительно для того, чтобы потом не плодить себе подобных Дамы-экстремалки тоже умеют ярко развлекаться, но с применением других частей тела В частности, британские молодухи любят выносить себе мозги во время метания арбозов Если выживут, будет что вспомнить Как счастливчику-туристу, который в итоге так и остался невидимым и живым Падение со скалы было страшным и смертельным, но не для нашего экстремала А для камеры, которую он выпустил из рук, любуясь шикарным пейзажем Автор видео при этом предусмотрительно остался наверху в целости и сохранности А вот героям этого ролика не повезло Вряд ли, спускаясь в Зорби с крутой горы на Дамбая Они мечтали попасть во всероссийские новости Денис Бурлаков и Валерий Щербаков просто хотели повеселиться А в итоге слетели в пропасть с почти километровой высоты Следствие установило, что спуск осуществляли с горы с уклоном в 40 градусов Хозяева аттракциона не соблюдали элементарных правил безопасности Да и вообще, это был первый и последний запуск Зорба в этих местах Устроители убийственного развлечения полностью признали свою вину и готовы понести наказание Но погибшего туриста этим не вернешь Конечно, с организаторов экстремальных шоу спрос особый Но и участникам стоит трижды подумать, прежде чем лезть куда не надо Зрители, наблюдавшие за этим краш-тестом, даже видя несущийся на них автобус Все равно до последнего оставались на своих местах Как будто надеялись, что их защитит невидимая сила Но чудес не бывает, и махина обрушилась на толпу всей своей мощью Нет, иногда чудеса все же случаются, но уповать на них не стоит Могла бы сказать юная жительница белорусского города Молодечно Которую едва не разрезал пополам открывшийся багажник пикапа Это видео можно просматривать десятки раз И все равно сложно понять, какая неведомая сила Уберегла пешеходов от столкновения Не иначе, как у некоторых товарищей есть дорожный ангел-хранитель Он прилетает вовремя и дает не слабого пинка злому року Спасая столбеневших водителей от неминуемой смерти У меня тоже есть заступник, вздыхает этот удачливый скутерист А вот у моего мопедика хранителя нет В итоге, виновница ДТП вынуждена разделить огорчение парня По этому поводу, попутно узнавая о себе немало нового Это еще что? Глядите, как мне, полному идиоту, повезло! Хвастается водитель груды железа, которая только что была роскошным отечественным автомобилем Смелый драйвер пошел на рискованный обгон Забыв, что нет у него ни супермощного движка, ни АБС, ни подушки безопасности Да и машины тоже нет Осталось только везение и этот фантастический ролик на долгую память Остановить! Увы, видимо, дорожные заступники ввиду обширного фронта работ И большого количества неадекватов за рулем Не успевают прикрыть тылы всем и каждому Поэтому роликов с грустными финалами в разы больше, чем жизнеутверждающих сюжетов Остается только посочувствовать людям, попавшим в дорожную мясорубку А еще тем пользователям сети, которые случайно натыкаются на такое вот зрелище И выслушивают удивительно глубокие комментарии авторов кошмарного видео Которые слетаются к месту трагедии, как мухи на запах крови Смириться с трагедией всегда тяжело Но иногда ее делают неизбежной сами потерпевшие Совершая рискованные и безрассудные маневры В таком случае хотя бы можно принять случившееся как данность К примеру, в этой аварии виновата исключительно жертва Байкер буквально убил свой мотоцикл об прицеп, пытаясь протиснуться между двумя байками и одной легковушкой И ярко отбыл в больницу с двумя переломами конечностей Но нередко дорожные драмы разворачиваются по самому мрачному и вместе с тем невероятному сценарию Их участники в самом деле ни в чем не виноваты и в то же время сделать ничего не могут Участники этого кошмарного ДТП, случившегося в Московской области, стали жертвами целого ряда роковых совпадений Следствие поначалу посчитало виновником происшествия водителя-внедорожника, который чудом избежал столкновения Но при замедленном повторе четко видно, что занос случился по вине водителя черной легковушки Автомобиль вылетел навстречу и устроил кошмарное ДТП, в котором погибло 5 человек А водитель-внедорожника совершенно немыслимым образом ушел от столкновения И здесь, увы, не повезло вообще никому И винить можно разве что колесо фуры, разворачивающиеся во время движения Водитель «Газели» попытался уйти от столкновения, но и его в самый критический момент подвели заблокированные колеса Участники ДТП получили тяжелые травмы От трагических случайностей можно застраховаться, но нельзя защититься, как и от пьяных идиотов на трассе Именно такой ненормальный протаранил авиа, в салоне которого находилось двое жителей Хантамансийска Родные брат и сестра Женщина-водитель все сделала правильно, перестроившись для разворота Начала плавно снижать скорость, мигая поворотником Увы, эти меры предосторожности не помогли В страшном ДТП выжил лишь пьяный виновник случившегося Вскоре ему придется предстать перед судом А здесь мы видим последствия автокатастрофы Судя по восстановленной картине происшествия, грузовики столкнулись из-за того, что водитель попытался объехать двух собак и выкатился навстречу В итоге все участники ДТП, включая псов, погибли Происшествие лишний раз доказывает правоту опытных водителей Которые придерживаются железного правила При появлении животных на трассе нельзя совершать резких маневров Особенно, если есть встречный транспорт Котов, собак и ежиков жалко, но рисковать ради них собой и другими смерти подобно Еще хуже, когда люди сами ведут себя на трассе, как животные Лихач за рулем лесовоза чудом не снес полдесятка машин, объезжавших место ДТП Он гнал по обледеневшей трассе и не снизил скорость даже на опасном участке дороги В итоге устроил заваруху и поехал дальше, как бы не заметив препятствия Взаимная нелюбовь пешеходов и водителей – давняя славянская традиция Дайте водителям нарисовать коллективный портрет прохожего, и они изобразят что-нибудь этакое Упрямое, бодливое и не очень умное В свою очередь пешеходы тоже находят в поведении водителей немало качеств, заслуживающих пародирования и осуждения И рисуют в своем воображении малопривлекательный образ Водитель в коллективном представлении пешеходов – существо опасное и не всегда адекватное При всей спорности взаимных претензий доля правды в них есть Пешеходы действительно зачастую действуют так, словно их сделали из нержавеющей стали И ходят по скоростной трассе, как по тротуару, даже при наличии подземного перехода А светофор для некоторых всегда одного цвета Зеленого Если же его нет поблизости, не беда, можно осениться крестом и рвануть на авось Или не осениться, а просто закрыть глаза и почесать вперед до самого победного конца А уже там возрадоваться своей невероятной удаче С другой стороны, водители нередко считают наличие пешеходных переходов досадной условностью И в такой ситуации пешеходам приходится рассчитывать только на свою реакцию В итоге нервы не выдерживают ни у кого Пешеходы превращаются в зомби и отрывают от автомобилей все, что отрывается Отвинчивается и отламывается А иногда позиционная война перерастает в полноценные боевые действия И хулиганистые идиоты расстреливают противников в прямом смысле слова Водители в долгу не остаются и щедро отсыпают пешеходам люлей, не отходя от зебры Сложившаяся ситуация напоминает символическое противостояние вот этого пьяного пешехода и разъяренного маршруточника Один успел вспылить, догнать, отвесить пинок, упасть и остыть А второй так и не понял, что произошло и не осознал, как глубоко был неправ А вы кто такой? Отсюда вывод В этой войне победителей не будет Так стоит ли кулаками махать? Лучше показать другу, что такое настоящая толерантность Отпустить обиду и расстаться до новых встреч С легким сердцем и светлыми помыслами Смотрите сразу после рекламы Охота на хамов Неужели они вымирают? Внимание всем постам Погоня по-сурбутски Адский бензовоз Смотрите, запоминайте и постарайтесь не встретить его на дорогах страны Автомобили будущего Концепт-кары эпохи минимализма Хорошая все-таки штука Экономический кризис Он учит нас жить посредством Особенно это заметно на дороге Кто раньше использовал 500 лошадиных сил Сейчас задействует максимум 4 Или одну мотоциклетную А кто-то вообще сошел с ума от жадности И использует танковую тягу Маленькую такую С ноготок Другие даже во время движения Занимаются духовным развитием Просвещением И гармонизацией отношений с космосом А самые продвинутые автолюбители На собственном примере демонстрируют Что сегодня в тренде Минимализм И говорят нет излишествам Нынче машина должна обладать Сдержанной, лаконичной красотой И запредельной функциональностью Проще говоря На ней надо ехать И все Время мощных внедорожников И суперкаров Безвозвратно уходит Эффектно гремя И красиво кувыркаясь Для тех, кто категорически Не хочет ехать в столб Придуманы специальные Сезонные сугробы Заметьте Владельцы лимузинов Охотно теряют свои навороты Ничуть при этом не расстраиваясь А кто не сдает тачку В металлолом добровольно Тому поможет водитель Этого веселого бензовоза Запомните эту корму хорошенько Потому что неуловимая цистерна На условиях анонимности До сих пор пороздит Российские трассы Не растеряв куража и азарта А другие грузовики Помогают ей зажигать И феерить Резво порхая по рядам Как какой-нибудь скутер Избежать встречи С адским дальномером Удается единицам Все-таки фура Если уж захочет Воткнуть Воткнет однозначно Вот редкое исключение Западно-украинский Аз экстренного торможения Пацан не поступился на регистраторы Чтоб в случае чего Сетевой народ узнал Своего героя Не только по манере вождения Но и по лицу Нефига Ну что ж Свои 15 минут славы Он заслужил Как и другой аз вождения Избежавший эффектного столкновения С горовой Это был тот случай Когда выражение Скотина ты крупная и рогатая Является не оскорблением А констатацией факта А вот сургутский аз вождения Аплодисментов не получит Потому что ушел он не от коровы А от стражей порядка Негодник на этой машине Едва не был пойман с поличным Несколько раз парень Выводил чудо автопрома Из заноса И вырывался из коробочки В которую его брали стражи порядка Стрелять по колесам Преследователи не стали Во-первых, потому что Дело было в городе А во-вторых, из-за того Что в салоне угнанной машины Кроме злоумышленника Находилась его знакомая Задержать аса удалось Уже после того Как он ступил на твердую землю Что вполне логично На четырех колесах Уходить сподручнее Чем на двух ногах Видимо, эта же мысль Пришла в голову Суровому челябинскому угонщику Судя по комментариям Именно в этом промышленном И культурном центре Случился курьезный инцидент Пока хозяин легковушки Подписывал протокол О нарушении ПДД Проходивший мимо парень Сел и отбыл В освоясе Туда же Последовали Дорожные полицейские Вовремя вспомнившие Что их долг Ловить и защищать А для охраны Место преступления Был оставлен хозяин В состоянии Глубокой задумчивости И грусти Следующее видео Тоже на первый взгляд О погоне Точнее о дорожных гонках Закончившихся аварией Некоторые пользователи Даже предположили Что водителя Сдавшего назад Замучила совесть Вот он и вернулся Чтобы загладить вину На самом деле Никаких гонок не было Провинившиеся машины Составили своеобразный Микрокортеж В одной тачке Ехало охраняемое лицо В другой находилась охрана Обсуждая видео Пользователи сети Вынесли категорический вердикт Наглецов на дороге Нужно преследовать И наказывать Некоторые водители Посчитали эту Эмоциональную оценку Руководством к действию И к общему восторгу Начали таранить Дорожных неадекватов Дорожная месть Это дело незаконное Зато вполне объяснимое Лезущие из всех щелей Равно как и во все щели Хамы на колесах Оскорбляют чувства Правильных водителей В итоге их Нередко Не сговариваясь Берут в коробочку Другой Вечно спешащий хам Совершил настолько Очевидное нарушение Что даже Не стал вступать Пререкание Я себя предупреждал С подбившим его истребителем А победителю схватки В качестве бонуса Досталось яркое выступление Габаритной супруги Антигероя Которое он Не применил Законспектировать И выложить в сеть Успокойся 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 Ты что парень Успокойся Давай давай В ответ на это представление Собственным удовлетворением От проделанной работы Поделился еще один Дорожный перевоспитатель Он в считанные минуты Вылечил владельца иномарки От демонстративного хамства И судя по сконфужному виду Тот частично признал Свою вину В происшедшем Если негласный сезон охоты На хамов Не будет закрыт Волевым решением ГИБДД Вполне возможно Вскоре их будут заносить В красную книгу Как вымирающий вид Но увы При этом Никакие Робин Гуды Не решат другой дорожный вопрос Проблему самих дорог Не чищенных И разбитых Огорчение участников Этого ДТП понятно Никто из них Не желал неприятностей Ни себе Ни другим А получили в итоге Оба И по полной Ох ты Место им попалось такое Гиблое И скользкое Единственное светлое пятно В этой истории Это темная 99-ка Ее владелец Мастерски Избежал ДТП Показав Всему миру Силу Своего Ручного тормоза В общем Спасибо нынешней Снежной зиме Ленивым коммунальщикам И авторегистраторам Именно они Вместе взятые Обеспечили сети Автовую поставку Качественного дорожного Трэша Смотрите сразу После рекламы Милые притворы Почему они нам врут Вановий юморок Неожиданные пакости От толстокожих Собачьи тайны И черепаший позор Постыдное Становится явным Кто главный На районе Вопрос риторический Ответ очевидный Быть животным Или хотя бы птицей Может не совсем Комфортно Но трендово Вот этой сове К примеру Просто достаточно Прикинуться Нежным цыпленком И никто не вспомнит Что на самом деле Этот страшный Пернатый хищник Злобно хомячит В свободное от сна Время Мышек Или тех же цыплят Цыплятам в свою очередь Достаточно воткнуть Во время прогулки И человек Тут же забудет Что вскоре Эта симпатяшка Превратится В настоящую курицу Тупую И неприятную До отвращения Получившееся Киберчудовище Будет производить Не яйца А самые настоящие Энергосперегающие Лампочки Не птенец А терминатор какой-то Остала висто, бэби Нет, нет I'll be back А вот это Суровая Индийская версия Роботоубийцы С умопомрачительными Спецэффектами И почти Настоящей базукой Правда Страшный тип Спать И казаться няшами Беспроигрышный вариант Поведения Для того Чтобы втереться В доверие к людям Зачем? А чтоб потом Подобно этому Милому щеночку Подрасти И остаться на хозяйстве В полном одиночестве Вот тогда собаки Сбрасывают маски И становятся теми Кем являются На самом деле Циничными Кобелями Эх Чего бы только Не понарассказывали Хозяевам Подушки Если бы Могли говорить А проявление Собачьего Двуличия Тем временем Тлетворно Подействовало Даже на мирных Хладнокровных И философски Настроенных Черепах Которые Оставили Все текущие Дела Забыли О еде И Предались Утехам Всем своим Видом Показывая Что происходящее Безобразие Им Категорически Нравится В итоге Черепахи Окончательно Теряют Авторитет У братанов Из животного Мира И даже Бызливые Коты У которых Ходячие Бронежилеты Традиционно Тырили еду Теряют Страх И вылазят Тортилом На головы Как бы Намекая Тем Что Никакие Они Не черепахи А так Пылесосы А добивают Бывших Повелителей Района Попугаи Окончательно Отправляя Их На свалку Истории После Такого Беспредела Слетают С катушек Добрые И порядочные Слоны Вначале Они напрочь Забывают О своей Добропорядочности И превращаются В самых Что ни на есть Похотливых Черепах А потом Внезапно Устраивают Грязевые Ванны Доверчивым Туристам Да если бы Только Грязевые Вот этот Слон Очень едко Напомнил Двуногим Что негоже Козырять Техническими Прибамбасами И съел Первый Попавшийся Под хобот Коммуникатор Тут девочки Вспомнили Другой Беспредел На ту же Тему Знаменитый ролик С российским Туристом В главной Роли Этот человек Когда-то Оказался В числе Первых Покупателей Сенсационного Планшетника И Мягко говоря Не разделил Всеобщего ликования И восхищения Новинкой Тем временем Слонам Отчаянно Завидуют Их толстокожие Братья Бегемоты Они Тоже готовы Подгадить Кому угодно Но Телефоны Им за это Не дарим В итоге Они Вроде как Ненароком Обмениваются Тычками И пенделями Майн год Какие твари Чтобы у вас клеш Не подсыхали Да хоботы Подклеивались Презрительно Думает О позорных Толстопузах Совестливый Но совершенно Свихнувшийся Краб И в приступе Депрессии Разрывает Себя На части Вот это Идиот Восхищается Крабом Быстрая И туповатая Собака А потом Тоже сходит С ума Забыв Что не гоже Псине Бежать Впереди Паровоза Попытка Собачьего Самоубийства Не производит Никакого Впечатления На кота Гопника Послушай сюда Короче Ты меня На Черепах Он уже Победил Потом Отзыпал Люлей Ядовитейшей Твари Планеты Сожрал Гада И чувствует Себя Главным На районе Для полноты Образа Не хватает Только Папироски Пиваса И правильной Музыки Эта тенега Родилась На улицах А пиваса Не хватает Потому Что его Спер Другой Эпичный Персонаж Енот Тырит Алкоголь И балдеет От осознания Собственной Подлости А вслед за ним Дворовое Зверье Окончательно Теряет Совесть Мышь Уводит Журнал Медведь Отжимает Рыбу Всеми Думает Думает Наш Герой А мы Здесь В тепле Посидим И Помечтаем Что бы Мы сделали Если бы Нам дали Немного Времени И много Стероидов Эх Ему бы Всего Щепотку Эликсира Бодрости И роста Этот Ласковый Плут С безжалостными Глазами Киллера Показал бы Кто На районе Бахтан Смотрите Сразу После Рекламы Старики Идут В отрыв Качельки Паркур И Дабстеп Внимание Их Накрыло Шалуны Из тех Кому За 70 Это Метал Внучок Поздравление Года Раньше Старики Относились К потомкам С нескрываемым Подозрением Им Казалось Что Молодежь Постоянно Издевается Скрывая Истинное Лицо Под маской Из уст в уста Старики Передавали Сказания О футболистах Идиотах И негодяях Тимуровцах Которые Пристают В самых Неожиданных Местах Вот так Затравленно И уныло Выглядели Наши старики Еще Совсем Недавно Эта пожилая Женщина Давно Стала Легендой На просторах Интернета Столько Брани Зрители Не слышали Больше Ни от Кого То в метро Ей барышня не угодила То на стадионе Юноши Ее раздражают И она их Бронит Как сапожник Вызраем Быстро Быстро Вызраем Купаться В реке Вонючее В общем Бабуля Крепка На словцо И крута Характером Убери Скоро А такими Мы видим их Сейчас Чувствуете Разницу И вы В этом Не одиноки Спросите В чем Секрет Да нет Никакого Секрета Просто Некоторые Старики Сделали Решительный Шаг Навстречу Молодежи И деткам Пришлось Кое Чем Поделиться Это Кое Что Быстро Подействовало И стариков Накрыло Волной Радости И удовлетворения Они Помолодели А потом Почувствовали Вкус Жизни Теперь Для них По первому Зову Поют Лучшие И самые Успешные Группы Планеты А тесные Одежды Больше Не мешают Совершать Плавные Ритмичные Движения В этом Буйстве Радости И света Молодежь Рядом И не стояла А если Стояла То молча Тушуясь И стесняясь Стрики Сразу Вписались В тренд Они знают Что Рок-н-рол Это весело Очень весело А вот Блюз Надо играть Лампочкой С грустным Выражением Лица Но Как бы Старики Не прыгали О здоровье Они не забывают Хотите Совет Бывалого Я курил Для солидности К трубку Курил А потом Когда У меня Все Напал Я сказал Себе Петруха И перестал Курить У этой парочки Свой праздник День рождения Внука И бабушка С дедушкой Подготовили Любимчику Видеопоздравление Со смыслом Теперь Чадо Сможет увидеть Как выглядит Со стороны Пафосное Увлечение Металлическим Роком Но Все-таки Почему-то Кажется Что По духу Им Куда Ближе Дабстеп Они Под него Не только Колбасятся Они его Делают Ролики Со свежими Старческими Хитами Расходятся Как горячие Пирожки А молодежь Не замечает Как постепенно Оказывается На обочине Большой Тусни Наши Пенсионеры С годами Становятся Все игривее В них Крепнет Дух Любознательности И пытливости И старички Заявляют О себе Во весь Голос Испанской Старушке Захотелось Получить Свою Порцию Адреналина Небольшой Инструктаж Перед Стартом Ну что Поехали Поехали Такого Синьора Точно Точно Не ожидала По реакции Бабули Видно Что езда На гоночном Автомобиле Явно Не доставила Ей удовольствия Помните Фразу Ни живой Ни мертвый А теперь Посмотрите Как это Выглядит Удалось Старушке Выбраться Из автомобиля Без посторонней Помощи И что она Сделала После такой Поездки С водителем Мы с вами К счастью Не узнаем Они реально Круты Открыто Смеются В лицо Смертельной Опасности И в упор Не видят Преграды Пользователи Сети Цепенеют В изумлении А деды И бабки Тем временем Рулят По жизни И выходят На первой роли В документальном Блокбастере Под названием Смотреть всем Герои сети Всегда и везде Живут Играючи Припеваючи Танцуючи Как бы они Не начинали Рабочий день А заканчивают Эпично Лунной походкой Которой мог бы Позавидовать Сам Майкл Джексон Чтобы зачетно Отжечь Им абсолютно Не нужны Ни кислотная музыка Ни веселящие таблетки Только Подсолнух Хотя нет Подсолнух Тоже идет нафиг Да и на работе Они умеют Искрить И позитивить А еще Они ярко Моют поезда И помогают Репортершам В зеленых платьях Брать интервью Говорят После этого Несостоявшегося Репортажа Юная журналистка Научилась Издавать Совершенно Уникальные Звуки Она каждый день Тренируется Надеясь Что однажды Встретит Его И скажет Ему Что-нибудь Памятное На языке Неземной Любви Сетевые герои Делают Эпично Все За что бы Они не брались Стоит им Сбить Всего Одну Сосульку Как весь Снег В округе Выпадает В осадок А для того Чтобы поговорить По телефону Им не нужен Телефон Им вообще Ничего Не нужно Кроме Утюга Самый Убогий Корпоратив Они превратят В искрометный Праздник Так прошел Десять Админов А из оператора Сделают Пациента Местной Травматологии А потом Наши герои Многократно Убьются Сами Обо все Что не ломается И не сгибается Вот это Прикол Дверь Не задели Они выбирают Правильные места Для организации Активного Отдыха И в этих местах Мгновенно Становятся Душой И телом Любой Компании Но больше всего Наши уникалы Любят спорт Потому что Спорт Это не просто игра А большая игра В которой Для наших героев Важен сам процесс Им все равно Где, когда И с кем Соревноваться Если есть трамвай Хорошо Если нет Сойдет лоток С фруктами А карета Скорой Ну чем Не футбольные Ворота Особенно Если ноги Несут быстро А под рукой Вовремя Оказывается Сосуд С чем-нибудь Освежающим Сетевые Неадекваты Обычную Рыбалку Превратят В соревнования По сумо Или В чемпионат По метанию Копья После такой Убойной Демонстрации Мощи Обычные Спортсмены Цепенеют И никуда Не бегут Ничего Не бросают А потом Не перепрыгивают После подвигов Сетевых Чудаков Обычный Спорт Кажется Пресным Возьмем К примеру Классических Велосипедистов Едут себе На двух Колесах И ничего С ними Не происходит Так и катят К финишу Пока Не попадается Какая-нибудь Собака А вот Сетевые Уникалы Не ищут Легких путей Для них Велосипед Не инструмент А способ Получать Наслаждение Не всем Доступное И почти Никому Непонятное Кто Кого Везет В данном Случае Не ясно Да и Не важно Тут главное Принципиально Отличаться От остальных Ездаков Зато С этим Парнем Все ясно Он Никуда Не едет И делает Это Очень круто Да не на Чем-нибудь А на Раритетном Велосипеде Украина Который На самом Деле Очень Даже Ничего Байк Если Оказывается В умелых Ногах Сетевого Уникала В искусстве Поражать Наши герои Достигли Совершенства Что бы они Не делали Все выглядит Эпично И удачи И провалы Тоже Этот Повелитель Мотоцикла Эффектно Сел в седло Прямо В воздухе А этот Не угнался За железным Конем Но облажался С непередаваемым Шармом Та же беда С лыжами Обычные спортсмены Прут к победе Как танки Неваляшки А для наших Чемпионов Главное Красиво Улететь Или треснуться Со всей дури Не скажем Чем Для того Чтобы зачетно Получить между ног Им не обязательно Заниматься спортом Можно просто Принять участие В зажигательном Шоу Или устроить Дрессировку Знакомой Овчарке Еще можно Поиграть В Брюса Ли Или Потренировать Талантливых И психованных Юных мастеров Кратэ Единоборство Идеальный вид Спорта Для сетевых Неадекватов Тут сюрпризы Сыпятся Отовсюду Можно Отхватить По щам От родного Брата Или От мощного Соперника Или От безобидной С виду Груши А лучше всего Убиться Обо что-нибудь Самому А заодно Утянуть С собой Рин Напоследок Нужно Обязательно Прибить Судью Потом Гордо Уйти Из бокса И подарить Свои перчатки Начинающему Товарищу С хорошим Ударом И плохим Глазомером Наш Следующий Герой Тоже В общем-то Ничего особенного Не делал Но Вошел В историю Стрелки Любители Разбудили Товарищем Утренним Салютом Танец В палатке Собрал Миллион Просмотров И вошел В сетевой Тренд Хотите узнать Что творилось Там Внутри Милости просим Полюбуйтесь На воспроизведение Процесса В реалистичной Объемной Проекции Теперь понимаете Почему так Извивался Одноместный Бигвам Убиться Мне на этом месте Восхищенно Подумала Фанатка Уличной Кориды И убилась Об сарай На радость Пробегавшим Мимо быкам В рот Мне ноги Завистливо Квакнул Бомжеватый Пассажир Нью-Йоркской Подземки Нервно Облизывая Кроссовок Я цепенею От восхищения Подумал Про себя Маленький Отличник Физической Подготовки Стойкий Китайчонок Организовал Подружке Переправу Через Неглубокий Но вонючий Канализационный Аплодисментов До миллионы Просмотров В сети Если кто и может Сравниться с ним В стойкости То только Российские Экстремалы Любители Пацаны Мужики Тоже Ни перед кем Не рисуются И никому Ничего Не доказывают Забери Максу Неву Она Всем Всю Бош Прозвонит Они Просто Делают Любимое Дело Опровергая Законы Физики Физиологии Он Застрял В заборе Подкупая Искренностью Правдой Жизни И великолепным Чувством Ритма Так держать Парни Стой с вами Форево Июнь Июнь 2012 Санкт-Петербург Берег Невы Наверное Авторы ролика Рассчитывали Запечатлеть Грандиозный Скандал Но история Ссоры Развития Не получила Даже наоборот Вдруг превратилась В грандиозный Танцевальный Флэшмоб На воде Оказывается Выпускники Питерских школ Таким образом Решили проанонсировать Наступающий Ежегодный Праздник Алые паруса Это бал На который Собираются Все выпускники Проходит он Традиционно На берегу Невы Ребята Приготовили Танец Продумали До мелочей Драматургию Номера И представили Его на суд Многочисленных Зрителей Прямо на берегу Реки Не танцевал В этот день Только ленивый Все остальные Кто стал свидетелем Необычного Флэшмоба Волей-неволей Подтанцовывали В такт музыке Представление Получилось Веселым И зрелищным Оказывается Есть еще люди Которые не разучились Радоваться жизни Да еще и дарят Свой оптимизм Всем окружающим Все эти истории Увиденные глазами Случайных свидетелей Абсолютная реальность Она Разная Страшная И смешная Такое может